буду зачитывать и комментировать вот как бы мнение так называемых экспертов которые негативно высказываются в мой адрес иногда тоже использую очень маты те же да совершенно необоснованно лексику какую-то ненормальную так скажем да не понимая даже о чем они говорят вообще и вот получил сегодня письмо где один из тех кто ну как бы работает с инвесторами столкнулся вот с такими вопросами и даже предлагает на эту тему провести вебинар я считаю что вебинар проводить не надо потому что то что задают это не технический вопрос это полный бред на самом деле как на это можно еще как можно людям объяснять вот отвечать на бредовые вопросы но тем не менее я отвечу не как технически да специалист а как просто человек имеем исходные данные пролет между опорами до двух километров провис несколько десятков метров скорость 40 даже возможно до 600 км в час при невероятной экономии горючего я ничего не напутал да все он перепутал что такое путевая структура с провисом в данном случае здесь пролет два километра это городская трасса где здание опоры являются станциями вот кто-то видел в городе чтоб трамвай ехал по городу со скоростью 600 км в час и проезжал станцию станцию где надо выйти со скоростью 600 км в час это ж полный бред поэтому эта городская дорога сверх экономична почему вот тут даже есть иллюстрация сейчас я покажу которую мы в частности я буду демонстрировать в Абу-Даби я сейчас вот в ближайшее время туда полечу в департамент транспорта они очень заценивались проектом в том числе невероятной экономии энергии на движение вот по системе с провисающей путевой структуры сейчас я найду эту иллюстрацию вот это вот комментирует как раз тролль вот эту систему смотрите вот здание это станция вот второе здание стоящее данном случае на 500 метров можно километр можно двое она идет с провисом естественно чем больше пролет тем больше провис будет это физик в данном случае провис это 15-25 метров уклон здесь порядка 10 процентов поэтому это те уклоны которые используются но имеются на транспорте городском до 10 процентов это и трамваи троллейбусы едут по городским улицам с уклонами до 10 процентов то есть это ну как бы принятый уклон нормальный уклон для проектированной дороги вот когда транспортное средство в данном случае юнибус выезжает со станции то гравитация начинает его разгонять с ускорением метр секунд в квадрате это то комфортное ускорение при котором работает городской транспорт то что обычно еще больше ускорения используют и такое ощущение что везут дрова не людей при ускорении метр секунд в квадрате тем более что гравитация действует равномерно на все части то есть это не кресло разгоняет человека а гравитация каждую часть нашу разгоняет и мы не чувствуем это ускорение в этом метр секунд в квадрате комфортное ускорение она разгоняется зависит от того какой провис до скорости 100 120 км в час вот здесь в том гравитация начинает тормозить и на станцию следующую юнибус приезжает с нулевой скоростью когда городской транспорт он должен с нулевой скоростью выехать с предыдущей станции загнаться на участке до максимальной скорости и остановиться на следующей станции с нулевой скоростью доказать нормально зачем над этим смеяться и издеваться так вот эта схема чем лучше вот схемы которые есть когда путь ровный это традиционная схема когда путь ровный у нас таки тоже варианты есть сейчас покажу вот пожалуйста те же пролеты два три километра вот путь ровный да нет проблем и тут можно вот на такой дороге станцию прижать со скоростью 500 км в час потому что путь ровный но поскольку здесь работает гравитация а не двигатель то я могу разгонять до высокой скорости используя гравитацию не двигатель и тормозить до нулевой скорости используя не тормоза а опять же гравитацию поэтому для движения со скоростью до 120 км в час нам нужен двигатель с его мощностью 5 киловатт чтобы компенсировать протери аэродинамические и механическое на сопротивление качению колеса если этот же юнибус поедет по ровной дороге будет разгоняться в городском режиме то ему нужен двигатель 300 киловатт вот эти 300 киловатт и 5 киловатт 50-60 раз снижаются энергозатраты иначе во столько же раз можно снизить себестоимость проезда потому что стоит допустим доллар проезда можно за два цента билет продавать а вообще можно транспорт делать бесплатно из-за того что у этой системы есть колоссальное преимущество в городском режиме и мы не планируем по этой дороге ехать между городами большими скоростями и это сказано во всех документах монографиях в ответах на вопрос вот есть 100 вопросов 100 ответов поэтому если человеку лень даже прочесть то не надо уподобляться жене сократа и выливать помой на человека который этого не заслужил дальше считаем что опоры до от опоры до опоры юнибус или как там будет межгород называться пролетает за 24 секунды я взял из гуманности скорость 300 киловатт в час если вам больше импонирует скорость 600 киловатт в час будьте ласка причем есть это причем есть гуманность ну это же вот человек сочинил и начинает сам собой спорить и фактически сам себя обвинят тоже этой скорости нету и это не межгород а то что он описывает это городская трасса дальше теперь внимание на самолете летали что такое провалиться в воздушную яму провалиться в воздушную яму хорошо себя представляете я 1 1 хорошо представляю а вот он представляет например я на перелетал много раз и работал в австралии на переговоре туда летал и для работы и из москвы в дубай 5,5 часов а с дубая в седней 14 часов в воздухе я представляю что у кого воздушная яма почему я понимаю почему она происходит а вот этот человек очень летал например на такие расстояния и понимает почему яма воздушная бывает а теперь представьте что каждые 24 секунды у вас на несколько десятков метров вверх вниз человек не ощущает вверх вниз если я живу на десятом и на сотом этаже что из этого или на первом этаже что из этого а если я в гараже живу на 20 километров это нечего человек ощущает ускорение а не высоту мы не поднимаемся на высоту в 10 километров где разряженный воздух а ускорение я уже сказал у нас нет секунды в квадрате это очень комфортное ускорение поэтому никаких воздушных и тому подобных ям человек не будет ощущать он будет ощущать что он едет в комфортном городском транспорте где нет толчков тряски а есть равномерное ускорение причем метр секунд в квадрате только вот на этом этапе это когда он трогается со станции а дальше ускорение падает потом она здесь вообще равно нулю идет разворот движение с большой скоростью без ускорения а потом начинает замедляться опять же плавно без толчков и так далее потом опять же непонятно что он описывает он описывать не то что мы делаем так даже не говоря о перегрузках невероятных нагрузках на систему юнибусы там здесь такой смешной предохранительный ролик предусмотрен чтобы не слетала со стороны 12 тонн вагончик улыбочка как называться когда смайлик да теперь усложняем задачу видишь как он он кажется очень простую задачу задал сейчас хочет усложнить трасса питер москва это международная трасса мы это другой вариант там 1000 километров но если даже не знают расстояние то зачем иронизировать вообще-то между москвой и питером 661 километр они тысячи три часа двадцать минут в пути на юнибусе скорость опять же из гуманности очень гуманный человек конечно всего лишь 300 километров в час каждые 2-4 секунды циклы вверх-вниз и так всего 495 раз видите даже почитал не поленился аттракцион какой аттракцион идиот безграмотно хотя почитай что ты критикуешь дальше вот делюсь даже взрывы в нескольких килограммов тротила непосредственно рельсе не создаст такие продольные усилия в труне они корпусе рельса а то он меня комментирует ну выдержки с моих этих ответов на вопрос стульные рельсы защищены от механического повреждения стальным бронированным корпусом уже бронированным ранее металл шоу который используется при изготовлении рельса примечанием моё прочной головкой рельса и специальным высокопрочным композитом разрушить такую многословную конструкцию размещенную на большой высоте и выполненную из высокопрочных материалов значительно сложнее чем моноконструкцию каковой на примере является дорожный рельс или канатные дороги имеющие намного меньше побережьем размеры в сравнении с рельсом струной и не имеющий никакой механической защиты огнеческих силовых воздействий конец цитаты сталь высокопрочная так вот каска у солдатика там всего три миллиметра с менее прочной стали чем эта сталь конечно это броня просто мы используем высокопрочную сталь которая дешевая она нужна здесь как конструктивный элемент и вот представьте вот конструкции а теперь представьте канатную дорогу канатик вот такой диаметр полочки миллиметр открытый на воздухе вот представьте туда выстрелили с ружья и канат перерубился и все упало это канатная дорога и теперь представьте сюда выстрелили из чего с ружья не пробьет с автомата не пробьет чего ну ладно гранатомет хорошо с гранатомета выстрелить ну понятно что будет если выстрелить с гранатомета по самолету или по канатной дороге или по железной дороге вот по рельсу с гранатомета от него ничего не останется так вот здесь не моноконструкция а конструкция набрана из сотен проволок которые не связаны между собой есть корпус и есть еще защита бетон высокопрочный поэтому если даже что-то попадает на проволоки и перебивает часть проволок то он перебьет только часть проволок они все и они не связаны между собой они сокращают свою длину то что перебиты остальные проволоки остаются целыми и одновременно перебить невозможно это кажется что там легко невозможно поэтому даже если останется треть или даже пятая часть проволок высокопрочных путь не рухнет и вот этом об этом я и говорю я абсолютно правильно говорю и понимаю разницу между рельсом где вот лобзиком чуть его подпилил потом ударил кувалдой и он сломался там где ты подпилил потому что моноконструкция даже такой простой бытовой пример я могу привести когда я шел однажды зимой с офиса домой как-то неудачно ступил на лед упал и слышал хруст оказывается упал и сломал ногу в двух местах неудачно было да так вот кость если взять которую я сломал она набрана образно говоря с высокопрочных волокон и она сломалась потому что она была монолитной конструкцией но рядом были сухожилия они стали целыми нога не отвалилась она повисла на сухожилиях а потом все это снова приросло вот конструкция такая сложная слой из многих элементов независимых да высокопрочных она более надежная то же самое здесь стульном рельсе